Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер и хочу поздравить вас с началом первого сезона соперников в андеграунде. Что ж, теперь у нас здесь три дивизиона, больше наград и сейчас мы начнем, пожалуй, с первого. Сезон у нас называется Country Mile и здесь мы гоняем в основном по новой трассе, как раз мы ее во всей красе и посмотрим. Что ж, заходим в дивизион-водитель. Всего здесь три дивизиона, в каждом дивизионе у нас есть награды определенные. Вот сейчас можно посмотреть. И есть уровни, то есть нулевой уровень, дальше E, D, C, B, A и S. Самый крутой, но я пока вот до него дошел только в дивизионе с сорвиголова. Что ж, начнем мы все по порядку проходить дивизионные машины. Здесь написано, какие тачки нам нужны в том или ином дивизионе. Естественно, с каждым новым сезоном соперников в андеграунде эти тачки будут меняться. То есть вам нужно будет конкретные автомобили прокачивать. Здесь у нас есть список лидеров события. Я здесь вообще, честно говоря, не знаю на каком уровне, но мне кажется, меня здесь просто нету. Давайте попробуем, конечно, посмотреть. 61. Закончите событие с лучшим результатом и вы станете чемпионом недели. Ладно. Здесь нам нужны автомобили. Subaru BRZ. Далее Ford Mustang Boss 302, который у меня не полностью еще прокачан. И Ford Mustang Hunicorn. Это Mustang Kenoblock. Кто не в курсе, возьму я его, потому что здесь уровень B и соперники уже посерьезнее стали. Что хочу сказать по соперникам. Здесь у нас по-прежнему режим призрака. Я, честно говоря, думал, что разработчики добавят все-таки сетевые сражения, где мы с реальными игроками будем гонять. Но, к сожалению, они нас обломали. Я думал, что можно будет прям с друзьями прокатиться, как в том же асфальте. Но, видимо, они не могут наладить онлайн-гонки. Поэтому будем довольствоваться также призраком, к сожалению. Кому попался я в роли призрака, можете прислать скрин. Будет прикольно посмотреть, на какой я тачке был и на какой тачке вы сделали меня. Что ж, все достаточно просто проходится. Возможно, даже дивизион-водитель я пройду прям полностью и заполучу там чертежи. Ниссана, насколько я помню, здесь дается. Итак, в каждом уровне у нас есть определенное количество гонок, которые мы должны пройти. И после мы получим ништяк какой-то. Ништяки тоже разные. И хочу сказать, что ништяки хорошие. Если сравнивать с соперниками в Блэк Ридже, там, знаете, вы очень много гонок проходите и получаете, ну, вообще прям фигню. Здесь же у нас все намного круче. Единственное, что хочу сказать, что придется прокачивать практически все тачки. Дело в том, что вот в этом сезоне мне нужно будет прокачать, скорее всего, Ford GT, который у меня прокачан до 7 только звезд. И чтобы до 8 звезды прокачать, нужно, насколько я помню, 60 с лишним чертежей, которые я, блин, фиг знает, где достать. Трасса новая мне понравилась. Я чуть позже в конце покажу. Есть один трек, где немножко меняется у нас освещение. И этот трек есть в событии на Хонду. Блин, я вот специально там одну попытку оставил, чтобы с вами поделиться. В конце видео я доберусь до него и обязательно покажу. Очень мне трек понравился, он такой синеватый. Думаю, что многие события уже прошли до 4 или даже до 5 дня и, скорее всего, с этой гонкой сталкивались. Но мне она по освещению очень понравилась. Ладно, мы возвращаемся в соперники в андеграунде. Хочу сказать, что соперники в андеграунде для меня, по крайней мере, лучше. В том плане то, что я могу заполучить новые чертежи. Напишите, кстати, в комментах, возможно, у вас награды какие-то другие. Потому что все, наверное, зависит от вашей учетной записи. Какой уровень, сколько тачек у вас прокачано. У меня, допустим, в наградах висят... Ниссан, по-моему, из классических спорткаров. И далее, далее... Так. По-моему, еще Ламборгини Диабло присутствовало. Так, еще буквально две гонки осталось. И у нас будет следующая награда в размере 350 тысяч баксов. А позже уже перейду в следующие дивизионы и покажу, как дела обстоят там. Там значительно все хуже, потому что Ford GT у меня плохо прокачан. Нужно менять на нем детали. Но я, пожалуй, буду ждать, когда мне что-нибудь выпадет. Получил я где-то уже за первый день. Вот я всего один день рублюсь, и я уже 10 премиум контейнеров открыл. Хочу сказать, что реально с призами здесь вообще обломов меньше. Если же мы тратили в соперниках в Блэк Ридже значительно больше времени для того, чтобы хотя бы там 5 премиум контейнеров открыть или 10, то здесь мне достаточно было одного реального дня, чтобы хорошие ништяки получить. Так, у нас осталась последняя гонка, и мы перейдем на следующий уровень. Плюс еще я получу 350 баксов. Сейчас мы гоняем против такой же тачки Ford Mustang Hunnicorn. Тачка Кена Блока. На нее, кстати, было одно из первых видео на канале. Самое-самое первое посвящалось, естественно, событию и тачке Бэхе с раскраской Рейзера или Разера, кто как у меня в комментах называл. Это видео будет, кстати, достаточно длинным, потому что есть чем поделиться, и хочу сказать, это обновление реально хорошее. В том плане, то, что здесь мы можем теперь больше ништяков добывать. Единственное, что хочу сказать, не все смогут добыть такое количество ништяков, если вы только-только начали играть. Итак, значит, мы переходим в следующий класс. Значит, 350 тысяч наличными. Неплохой такой куш мы вырвали. Уровень А. Здесь нужно пройти 6 гонок, и мы получим еще 15 чертежей Ниссана 180SX Type-X. Вот именно этот автомобиль. Далее, 160 уровень или 150 у меня? 159. Пополнение бака топлива, увеличение склада. Нормуль. Нормуль. Так, отлично. Давайте попробуем следующую гонку пройти. Мне просто интересно, сделает меня вот этот чел или нет. Или мы сейчас будем гонять уже на уровне. С каждым разом, когда мы поднимаемся на уровень выше, соперники становятся, естественно, мощнее, шустрее и так далее. Вот сейчас мы вроде одновременно рванули. И желательно, мне кажется, не дрифтить вообще. Нам нужно не трусечку набирать. Вот можно чуть-чуть прям подрифтить. Чувак вроде не догоняет. Половина трассы пройдена. Нет, он даже не собирается догонять. Мне кажется, у него что-то там проблемы какие-то с управлением. Все, короче, он пропал. Мы приехали в первом. Предлагаю перейти уже в следующий дивизион и прокатиться там на Форде GT. Да, он аж на 3 секунды отстал. И у него пиар всего 684. Я думаю, что этот уровень А я быстро пройду. Давайте мы перейдем в дивизион Лихач. Но прежде чем мы туда отправимся, я хочу немножко протюнинговать свой Форд GT. Относится он к суперкарам. И мне хочется у него цвет поменять. Все-таки что-то какой-то он унылый. И давайте мы, наверное, возьмем новые раскраски, которые нам дали после последнего сезона соперников в Блэк Ридже. Давайте вот это применим. Ну, как-то так себе смотрится. Ну-ка, а если вот эту? Вот это интереснее смотрится. Но я бы, наверное, поменяла крас на что-нибудь другое. Как насчет матового? О, давайте такой оставим. Диски тоже, кстати, можно в хром какой-нибудь сделать. Или металл. Вот так пусть будет. Суппорта я, пожалуй, бы вот такой цвет сделал. Тонировку тоже можно как-то поменять. Пусть будет вот такой. Ненавязчивый. Вот, отлично тачка выглядит. Теперь можно обратно отправляться в соперники в андеграунде. И дивизион лихач. Здесь у меня одна гонка пройдена. Следующая награда 200 тысяч наличными. Не знаю, получится проехать или нет. Будем биться против такого же Форда GT. Практически цвета одинаковые. Тюнинг у меня, к сожалению, недоступен. Надо все прокачивать до Блэк Эдишена. Кстати, за один день я достаточно много лома еще получил за повторные чертежи. Итак, погнали. Меньше угол дрифта. Пока все неплохо. Трасса мне, конечно, нравится. Кому тоже понравилось, большой палец вверх ставьте. Так, ну пока неплохо. Вот это, кстати, туннель. Очень симпатично выглядит. По-деревенски, так скажем. Ну, смотрите. Все довольно-таки неплохо. В конце нас ждут пять чертежей. По-моему, Кёнин, Сега, Ригеры. Можно, кстати, сейчас вот нажать. Здесь, значит, нас Ниссан ждет. Здесь вот Ламборгин Диабло СВ. Здесь Порш Спайдер 918. Десять фрагментов. И здесь пять фрагментов Кёнин, Сег, Ригера. И пятьсот еще к уровню, так скажем. Или репутации. Ладно. Давайте еще разочек прокатимся. Мне интересно. Кто за то, чтобы я делал видео на каждый новый дивизион, ставьте большие пальцы вверх. И, естественно, отписывайте в комментариях. И желательно лайкать тот комментарий, который будет как раз по этому поводу отписан. То есть, например, типа, я за то, чтобы Флик делал видео на каждый новый дивизион. То есть, видео у нас будет выходить каждую неделю. И там уже будем рассматривать, какие тачки нужны, как их качать и многое другое. Также, если у вас есть вопросы, не стесняйтесь их задавать. Смотрите-ка, чувак, на Ниссане вообще, классическом спорткаре, меня, блин, догоняет. Офигеть можно. Я думал, что я его в легкую сделаю, но... пацан себя не дал в обиду. Ладно, следующее у нас какой-то Хэнсо Больвизио Масил Франшан. Тоже на 4G Team. Так, ладно, тюнинга ни у него, ни у меня нету. Я надеюсь, мы выдержим эту схватку. Матовый, конечно, очень симпатично выглядит, но можно на самом деле и что-то другое взять. Так, давай. Хороший старт. Здесь у нас нитро-натиск. Чувак пытается меня обогнать, но мы, пожалуй, не будем даваться. Если я гонку проиграю, я вот эти золотые жетоны соперников андеграунда отдам ему. Так, давай. Без дрифта сейчас будем ехать. Прямо минимум, минимум. Так, здесь чуть-чуть забрали. Давай, не будем. Вот здесь вот пришлось немножко дрифтануть мне. Дрифтануть. Так, чувак. Не догнал меня. Это радует. Еще одна гонка позади. 845 PR и у него 813. То есть, чуваки, наши соперники, приближаются потихоньку к тому PR, что и у нас. Вот сейчас, скорее всего, будет сложный соперник, потому что у него уже тоже 4GT. и так, погнали. Но есть вероятность того, что у него более прокачанная тачка по сравнению с моей. Ладно, давайте. Блин, излишние обороты. Давай, чувак. Возможно, у него тоже излишние обороты были. Так, так. Аккуратненько, аккуратненько. Здесь вот нетрушечку врубаем и погнали. Без дрифта постараюсь. Воу. Так. Давай, давай, давай. Жми, родная. Так, здесь тоже подхватили. И... Воу-воу-воу-воу. Главное не врезаться. Блин, чувак, стоять! Я надеюсь, он куда-то впиндюрился. Давай, давай, давай. Ну, вот сейчас вы увидите, как у меня заберут жетон. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Видите, жетончик забрали. Ладно, бывает. Че поделать. Думаю, я после постараюсь пройти. Переходим в дивизион Сарви-голова. Здесь вы видите Макларен П1 и уже 8 гонок. Осталось 8 побед. И я получу 10 фрагментов Порш Спайдер 918. Что ж, попробуем. Против нас также Макларен П1, но с тюнингом. Мы сейчас тоже постараемся протюнинговаться по полной программе. И у чувака, кстати, вы видите винил из соперников Блэк Риджи. Последние, которые дали нам. Ну что ж, чувак, посмотрим. На гиперкарах, конечно, по этой трассе есть сложности гонять. Дело в том, что можно нехило так вписаться. И вот на старте он рвет. Плюс есть тут еще мусора, как вы видите. Вау! Тихо, тихо, тихо. Давай, давай, чувак. Он догоняет, он перегоняет аж. Вау! Вот такое, да, здесь бывают полеты эпичные! Давай, давай! Отлично, мне повезло, он просто впендюрился куда-то. Not bad. 1218 пиар у меня и 1214 соперника. Да, этот уровень А будет определенно тяжелый. Еще 7. Гонок осталось. Не знаю, смогу ли я выстоять. Короче, до первого поражения играю. Сейчас я немножко поменяю свои настройки. Пусть у меня будет с нитро меньше проблем. Высокая скорость мне, в принципе, на этом треке не нужна. Он и так неплохо разгоняется. Нам нужен разгон в самом начале. Вот у него, наверное, ячейк поболее, чем у меня. Так, давай, главное, не врезаемся, не врезаемся. О, у нас еще и стрелять сейчас будет. Серьезно. Так, так, главное, не врезаемся, не врезаемся. Трек у нас достаточно длинный. Чувак, пугнал. Стой, я тебе все прощу, мужик. Нет, это, походу, мое первое поражение в этом, на этом уровне, а? Да, сейчас у меня обратно жетон заберут, следовательно, не факт, что я смогу пройти до уровня С. Дальше нужно очень круто качаться. Наверное, все ячейки заполнить. Хотя, смотрите, не намного он круче меня был, 1177. Меньше врезаться надо было. Главное, что мы в предыдущий сезон никак не отправимся. Есть центр андеграунда. Глянем, что здесь у нас. По окончанию каждого события счет андеграунда обнуляется. Итак, здесь без оценки, список лидеров, зал славы. О, это же соперники Блэк Риджа. Здесь написано, короче, кто был самым крутым. Но меня здесь вы не найдете. Офигеть, это же все. После здесь появится, я думаю, что первый сезон соперников андеграунде. События дивизиона. Здесь необходимая информация. Вот уровень соперник. Теперь вы соперник. На остаток события в каждом дивизионе у вас будет рейтинг дивизиона, отражающий количество ваших побед и поражений. При подсчете побед и поражений в рейтинге дивизиона учитывается силу вашего оппонента. Гонка по слабым соперникам может оказаться простой, но если вы проиграете, то потеряете больше очков. В гонке с сильным соперником вы получаете больше очков за победу и потеряете меньше за поражение. Вот так вот. Короче, надо будет как-то мне добраться до этого соперника и андеграунд. Событие завершено и его счет добавляется к вашему счету андеграунда. Счет всех событий, в которых вы принимали участие влияет на ваше положение в общем списке лидеров андеграунда. Возможно, кто-то уже взломал игру и себе накрутил там очки. Делитесь своим впечатлением о новом событии в комментариях. Ну, а я перехожу в четвертый день событие на нашу Хонду NSX. И хочу показать вам именно вот эту трассу. Она мне понравилась своим синеватым оттенком и необычно выглядит так. Очень знаете в стиле Need for Speed Most Wanted. Здесь у нас и стреляют, и трафик есть, и мусора, которых мы теперь в этой игре можем сбивать. Если очень сильно повезет, конечно. давай, 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 дрифтим, 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 аккуратнее. Так, тихо, не хочу я с вами тягаться. О, чуть не задел. Одна секунда осталась нормально. Сейчас, я надеюсь, получу какой-нибудь маховик. Нет, термодатчик можно получить. А я получаю бабосики или кредиты события. Можно их будет потратить на что-нибудь здесь. Вот, например, вот это можно купить. Обязательно воздухозаборник. Я всегда его покупаю, потому что хочется в первую очередь прокачивать движок, а потом уже все остальные материалы. Так, давайте здесь все поставим. Ну что ж, вот мы и посмотрели соперники в андеграунде. Режим интереснее, чем соперники в Блэк Ридже. но все же здесь есть сложность. В том плане, то что в дивизионах могут участвовать те автомобили, которых у нас вообще нету. И это будет грустно. То есть, допустим, вот дивизион лихач, к примеру. Выбор тачки. Здесь, видите, вот 867 у Shelby GT500 Snoop Dog. Это самая у меня крутая тачка, но можно еще круче Ford GT прокачать. Вот уже на этом уровне я столкнулся с траблами. И если у меня тачка будет вообще не полностью прокачан, я максимум наверное пройду вот уровень Е или Д, получу сколько-то там деталей и денег. И дальше уже просто не смогу физически пройти, потому что надо будет улучшать тачку. Короче, делитесь своими впечатлениями в комментариях. Буду читать, буду смотреть. А на этом все. С вами был по-прежнему Flickr. Всем спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!